Трям подписчикам и гостям я Джетли И сегодня мы попробуем снять краску с волос Осветлить корни и покраситься антоцианином И в этом видео я не буду использовать эстель А попробую осветляющий порошок и оксигент капус Капус в пакетиках я не нашла, зато нашла вот такое вот прекрасное ведерко Которое я покупала, по-моему, год или полтора года назад за 430 рублей И докупила вот такой вот оксигент Обратите внимание, что тут уровень написан внизу и рядом процент оксида Эти баночки гораздо больше, в них 150 миллилитров А в эстельевских оксигенах всего 60 миллилитров То есть сравнение Весь процесс, я думаю, я снимать не буду, как я обычно это делаю Просто сниму ключевые моменты И давайте начнем Порошок в этом ведерке упакан вот в такой вот пакетик И как бы у меня не было лишних столовых ложек, я взяла чайную В чайной ложке, по-моему, 5 грамм, что ли Скорее всего, я смешаю по половинке флакончиков Потому что на всю голову мне и так хватит, а концы вот эти вот я трогать не буду И перед тем, как снова осветляться Я сделала маску для волос из льняного масла где-то часа на два И скажу я вам, волосы стали гораздо лучше Раньше я делала просто по 30 минут, и они такие... ну особого эффекта не было А вот на два часа как раз замечательно Так что перед осветлением, перед какой-нибудь покраской Я думаю, лучше делать маску для волос из какого-нибудь масла Касторового, репейного, льняного, ну и так далее Для этого видео я взяла два флакона на 6,3% оксида Смешаю по половинке, потому что больше мне будет слишком много А меньше, как бы, ну, трешка мне ничего не высветлит Ну, цвет снимет зато, а шестерка будет слишком тяжелой А при смешении у меня получится где-то, ну, четыре с половиной И это вот где-то на полтона на тон высветлит мне волосы Ну и как бы снимет краску и подготовит мои волосы для дальнейшего окрашивания Запах у этого оксигена гораздо приятнее, чем у эстелевского оксигена И именно поэтому, как бы, ну не знаю, может я на него перейду Потому что он не так воняет Ну и как бы получается, что у меня 3% оксиген немножко погуще, чем 6% оксиген Поэтому я, наверное, их сначала вместе смешаю, а потом добавлю порошка уже Как вы видите, масса у нас получилась такая густоватая И она почти не имеет неприятного запаха Что, скорее всего, ей пойдет в плюс Есть еще такой капус-порошочек с ментолом И по идее он очень-очень сильно пахнет мятой, ментолом И это действительно плюс для людей, у которых сильная аллергия на такие резкие запахи Которые обычно имеют эти оксигены Ну, а я пошла наносить вот эту массу на волосы И помним, что начинаем с серединки волос Как бы я не заезжаю на концы, потому что они и так у меня убиты И заканчиваем корнями Потому что корни находятся у головы, и тепловыделение там лучше И из-за этого они осветляются быстрее Так же, как и эстелевские массы, мы оставляем их минут на 30-40 Ну, не больше часа, потому что после часа действия активатора Он уже перестает действовать И только сушит и жгет ваши волосы Корни у меня осветлились, и волосы тоже По сути, из них должна была выйти краска Я так делаю, потому что мне в одном из салонов Делали смывку именно на 3% оксигенте Вообще, для снятия краски с волос По идее есть смывки от Estelle de Colouraff От Шварцкофф еще какая-то Но они стоят, по-моему, от 400 рублей А я пошла смываться, потому что прошло уже, по-моему, минут 30 как раз-таки И надо уже приступать к окрашиванию А сейчас я сделала одну ужасную вещь, которая меня приравняла к тем интерменшам Которые пользуются бальзамом для волос После того, как помыли, собственно говоря, свои волосы Но это нужно для того, чтобы чешуйки волос открылись, не были забитыми И под них хорошо нашел пигмент и остался на волосах А вот, собственно говоря, сам наш антоцианин Это синий, это розовый И его, в отличие от осветлителя, от любой другой краски Нельзя выдавливать и вообще сам состав помещать в нестеклянную посуду То есть в пластиковую посуду его помещать нельзя И давайте первый цвет, который мы откроем, будет голубой Если кому интересно, это B04 Sky Blue И B03 Shining Pink Сами тюбики выглядят вот так Они меньше, чем те, которые продают за тысячу И, соответственно, их продают за 500 рублей По крайней мере, на время, когда я записываю это видео На тюбике написано, что это 110 грамм Напомню, что у меня есть еще одно видео про антоцианин Но там я не делала того, что я делаю сейчас И, скорее всего, из-за этого краска плохо легла Также антоцианин имеет накопительный эффект И окрашиваться им нужно минимум два раза Чтобы цвет получился насыщенный Ну и, в общем, тот, который нужен Также то ли я накосячила с открыванием защитной пленки То ли так и надо Но тут есть вот такая вот крышечка Которая, по-видимому, не дает антоцианину выйти И она не открывает И, видимо, это оказалась часть защитной пленки Которую можно было просто проткнуть кисточкой Субтитры создавал DimaTorzok Вообще есть целая серия средств для ухода за волосами Которые окрашены антоцианином Это кислотный шампунь, кислотный бальзам Спрей, который надо наносить до и после покраски Пишут, что он как раз-таки приподнимает чешуйки волос Ну и, собственно говоря, вот это то же самое, что мы и сделали Напомню, что антоцианин — это краска без аммиака Которая ламинирует ваши волосы Ну, это биоламинирование Оно укрепляет В общем, полезно, короче говоря И, собственно говоря, берем две кисти Синюю я буду наносить вот этой И начинаем издеваться Точнее, продолжаем Под нашими волосами Синюю я буду наносить вот эту 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 Синюю я буду наносить Синюю я буду наносить вот эту 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 Свернуть всю голову в полотенце И пищевой пленкой И сушить феном где-то минут 10-20 При температуре 40 degrees Далее по программе у нас идет обертывание волос холодным полотенцем его надо оставить где-то минут на 10 и это делается для того чтобы закрепить цвет на волосах прошло 10 минут и я думаю что я посижу с этой краской на волосах еще а потом настанет момент X и мне придется ее смыть в рекомендациях к покраске антоцианина пишут что не следует пользоваться бальзамами которые требуют смывания с волос так что скорее всего придется перейти на какое-нибудь маслице ну и вот собственно говоря что у меня получилось затылком извините я не могу повернуться там стена помним что я наносила на немножко влажные волосы поэтому и получился такой пастельный эффект ну а по инструкции в краске указано что надо наносить эту краску исключительно на сухие волосы которые немножко уложены специальные водички которые которая дает возможность которая дает возможность сохранить цвет и разумеется я буду окрашиваться повторно но уже попрошу кого нибудь скорее всего кристофа чтобы он мне покрасил потому что тут уже видно где что и как идет и я думаю он сможет всем спасибо за просмотр если вам понравилось это видео ставим лайк если нет дизлайк если вы не любите цветные волосы вы можете написать об этом в комментариях ну и как бы сколько людей столько и мнений и всем пока до новых встреч пока пока то до новых встреч